Здравствуйте! Я вообще не планировал снимать ролик именно об этой магнитоле, я просто хотел сделать видео о магнитоле National Panasonic RX 5500, но так получилось, что там модель шла в Советский Союз, а может быть там в какие-то другие страны социалистического содружества, и у него был диапазон 64-74. Сами понимаете, он малоинтересный, и его надо перестраивать. И мало того, там еще и монотюнир сделали, они вообще там дешевили. Я начал искать схемы на ту магнитолу, не нашел, обратился к моему товарищу Евгению Завакана, он ходячая энциклопедия схем, у него схемы есть практически на все аппараты. Он мне прислал схемы и говорит, не мучайся, точно такая же плата стоит на магнитоле 5600 и 5700. Ну вот я и решил открыть, одно дело по схеме ставить детали недостающие, другое дело видеть, как все это сделано уже в готовом тюнере. Я ее открыл, и вот покуда у меня свежие впечатления, хочу поделиться мнением о этой магнитоле. Вообще это магнитол, вы сами видите, как бы дерево, хотя на самом деле это пластмасса ламинированная, там пленочкой какой-то там синтетической под дерево. Ну это говорит о том, что это высший класс магнитол, Panasonic, в моноблоках, там следующие только были со шкалами внизу, считающиеся более, так сказать, высокого уровня аппараты. Этот аппарат, ну он я бы сказал так, что его кассетная дека, вот она соизмерима, кассетная часть соизмерима с простыми кассетными одномоторными двухголовыми деками. Потому что я встречал серии 200 серии, там то ли 235, то ли еще какие-то практически один в один эти кассетные деки с лентопротяжкой, точно такой же, как и на этом 5700. Ну и по всяким функциям, функционалу, который тут представлен, ну мало какая магнитола из Panasonic, да и других фирм могла с ней оттягаться. Обратите внимание, сколько тут кнопочек и вообще это сделано, так сказать, по-богатому. Ну начнем сверху вниз, 4-тиапазонный тюнер. Что по тюнеру хотелось сказать, сегодня я промучился где-то час. Дело в том, что у тюнера довольно сложный вернир. Ну у него там вернир обычный, касательно КПН. А вот стрелка у него ходит, тут такой длинный-длинный зубчатый ремень. И вот нитка оборачивается на три витка вокруг такого колесика, а вторая часть колесика имеет зубья. И на вот эти зубья надет этот зубчатый ремень. И вот у меня так получалось, что в одну сторону проскальзывалось, стрелка все время уходила. То есть назад я возвращался не на 88, а на 89, на 90, там и так далее, доходило сюда. Но естественно это никуда не годилось, я стал разбираться, оказалось, что просто прослабла нитка. К счастью, снять тюнерную часть было довольно легко. Там открутил 4 винта, она вся вынималась со своим шасси. Можно было сделать, я сделал пару узелков на нитке. Соответственно нитка укоротилась, пружину натянула, и эта проблема была решена. Кассетная дека, тоже она там работала не очень, я честно скажу, что ее надо было просто смазывать. У меня, честно скажу, руки не дошли до нее, потому что я попробовал, вроде работает пасек там, ну может быть он еще там года 2-3 проживет, такой он видно, что уставший. Но я ее не собираюсь пока что слушать, и пусть стоит с таким пасеком. Кнопочки у нее тоже так довольно медленно нажимаются, в смысле нажимаются они легко. Хотя нет, я, пожалуй, неправильно выразился. Они нажимаются как раз тяжело. Но им ничто не мешает, надо приложить большую силу, это педальный тип. А вот когда ты нажимаешь на кнопку стоп, они так медленно-медленно поднимаются, ну просто надо их смазать. Что еще по этой кассетной деке могу сказать? Я ее купил, когда покупал довольно дорого, у нее не было вот этой вот накладки крышки кармана. Вот это моя работа, я сам сделаю, там на защелочках она снимается, ну более-менее из тех подручных материалов, которые у меня были. Ну на оригинальной там еще надписи какие-то, тут по-моему, ну не так уже много. Я могу сейчас на нынешнем уровне и надписи сделать, там есть фирмы, которые лазером гравируют. Ну, пока не знаю, буду я делать или переделать. Металл немножко отличается от этого алюминия, то есть этот алюминий наш, советский алюминий, а этот японский, сами понимаете. Хотя, может быть, из того же самого глинозема советского делается, не знаю. Так вот, этой крышки не было. Может быть, у меня будет вдохновение, я переделал на более тонкую жесть, алюминиевую жесть. Она тоже светленькая, как эта. И тогда уже будет, наверное, мало отличаться от оригинала. Этому аппарату по жизни досталось очень сильно. Могу сказать честно, что я бы его состояние на 4 с минусом так бы натянул бы, конечно. Потому что и верхняя панель у него такая пострадавшая, и тут есть куча царапинок. Я не знаю, как люди обращаются с такими вещами. Ну, сложная вещь. Но зачем же ты ее, нехороший человек, ногами не бутаешься, я не знаю. Что люди делают, почему появляются всякого рода царапины на алюминии. В моей жизни, у меня сколько аппаратуры ни было, один раз я только нанес царапину. И то, по принципу, я хотел бережно снять мой усилитель. Там кассетная дека на нем стояла. И я этой кассетной декой заехал в лицо этого усилителя и нанес там такую маленькую царапинку. Я потом, ну не знаю, я сам себя корил очень долго. Тут же с этим аппаратом обращались, так, знаете, по принципу. Ну, вещь должна служить тебе всегда и везде. И это ее, как говорится, судьба. Ну, еще раз говорю, что это не мой стиль. Если мне вещь попадает, она в таком же состоянии от меня и уходит. А иногда еще и лучше. Ну, давайте я кратко о клавишах, ручках скажу. У него две системы. Автоматический уровень записи и вручной. Для ручного есть резистор двойной. Можно выставить уровень записи. Тут есть стрелочные индикаторы. У него есть система шумоподавления. И это не добрые. Это ихняя своя собственная система. Ну, я думаю, что там тот же компандерный принцип расширения. Потом сжатие сигнала в высокой частоты. Три типа ленты. Хромно-нормал металл. Микс микрофонный. FM-мод. Моно и стерео. И вот кнопочка переключения индикаторов. Они могут постоянно показывать мощность. А могут настройку показывать и заряд батареи. Внизу 10 песен, которые вы можете выбрать. То есть поиск на 10 песен. То есть вы хотите пропустить 9 на 10. Значит, вы нажмете. Вот эта штука слева-справа. Можно переключать. А можно прямо. Ну, я сейчас, наверное, включу так тихонечко. Пока что все. Это радио. А мы сейчас на ленту переключим. Очень туго нажимается. Очень надо приложить усилие. Увы, индикаторы не одинаково показывают. Но дело в том, что, видимо, какой-то конденсатор подсох. И низкая частота по левому гонолу идет хуже. Ну, сейчас я этого делать не хочу. И вообще, вот я смотрю. Понимаете, вот вы приходите в музей какой-нибудь там. Музей, например, железнодорожного транспорта. Там стоят паровозы какие-нибудь там. ФДФ, там Феликс Дзержинский. Ну, года, скажем, там 38-го. Вы же не требуете, чтобы этот паровоз гонял быстрее, чем современный электровоз. Он старенький. Ну, что вы хотите от него? Нет, все можно, конечно, довести до максимального уровня. Ну, поймите правильно. Вот я сейчас его сделаю. Он постоит где-нибудь год, этот аппарат. И опять у него вылезет какая-то болячка. Не знаю. Пусть пока стоит так, как есть. Музей. Вот я нажимаю на клавишу перемотка, например. А теперь на стоп. Нет, ну, на сей раз она быстро подняла. Вот видите, плей так медленно-медленно. Ну, просто надо смазать. Все, смазка застыла. Так, радио, радио, радио. Сейчас мы радио включим. Музей. Музей. Поехали. Три секунды. Ну, как видите, работает, радио работает неплохо, индикаторы работают, то есть, как бы, претензий к радиочасти нету, тем более, я смотрел ее, там, все хорошо с ней. Магнитофон, я уже говорил, что какой-то конденсатор, наверное, подсох, и вообще все надо смазать, ну, не сейчас, не сейчас, будет время, я, когда ей займусь, в следующей жизни, или в этой, в конце ее. С той стороны у нас ручка настройки, вот такая громадная, и ручка тонкой настройки на короткие волны. Слева у нас входы-выходы, переключение line-in фона, здесь входы на микрофоны, на наушники, ну, и бит-кенсел и прочее, прочее. Сзади ничего нету. Вот такой, по-моему, весит восемь с половиной килограмм аппарат, ну, тяжелый, скажем так. Я жалею, конечно, что он у меня не в идеальном состоянии, если бы был в идеальном состоянии, конечно, аппарат неплохой, и можно его держать в коллекции. Ну, увы, он крайне редко попадался, ну, мне попался один раз, и я его говорю, что купил его дорого, потому что других вариантов не было. Еще и пришлось там апгрейдить его, то есть доводить, например, на уровня. Низкочастотные динамики 16, ну, играют очень хорошо. Вообще-то серии 55-00, 56-00, 57-00, там они хоть и 16-сантиметровые, но очень сочный звук, поверьте мне, если вы не слышите через свой компьютер. Высокочастотные бумажные тут такие вот динамики. Ну, вот, пожалуй, все, что я могу сказать. Подсветки нету, хотя, если бы каким-нибудь там зелененьким светом подсвечивались индикаторы, шкала, я думаю, это бы не ухудшило аппарат, мне кажется, это было бы только в плюс ему. Пожалуй, все, больше мне нечего сказать. Я, по-моему, все, что видел, то и описал. Тут есть, конечно, у меня такие, ну, не то, что претензии, но, честно скажу, что, я не знаю, так ли фирма сделала, или до меня он, может, дошел. Ну, сейчас я не буду на них акцентировать внимание. Ну, а теперь крупнее его покажу, чтобы вы посмотрели на него. Ну, наверное, ленту включу, да, там, меня за песню там не очень там накажут, если несколько секунд поиграет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok